Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и традиционно вечерами и ночами мы с вами подводим итоги каждого дня войны в Украине. И сегодня мы анализируем ситуацию на 65-й день этой кошмарной войны. Начинаем мы, как всегда, с ситуации на фронте. Фронтовые сводки украинского генштаба сегодня не фиксировали каких-то существенных сдвигов. К северу от Харькова ВСУ взяли под свой контроль село Русская Лозовая. Также по информации от российских военных телеграм-каналов, украинцы проявляют активность к востоку от Чугуева. Далее украинцы заявляют, что активного наступления в районе Изюма-Славянска сегодня не было. Российские телеграммы пишут, что в районе Оскола окружили группу украинских войск, но с украинской стороны подтверждения этой информации нет. Луганская область. Там власть региона сообщали, что сегодня велись активные бои за Ореховое и Светличное. Российские военные блогеры пишут, что ВСУ закрепились в промзоне рубежного в южных районах города, а остальная же часть города контролируется ЛНР. На картах Американского института изучения войны почти весь город под контролем противника. Генштаб ВСУ заявляет, что противник пытается продвигаться в рубежном и готовится наступление на Северодонецк. В Мариуполе продолжается российская атака на постройки Азова. В цехах завода завязываются в том числе и стрелковые бои. Институт изучения войны сообщает, что россияне увеличили темп артиллерийских и авиаударов по украинским позициям в Мариуполе. В целом отмечается, что концентрированное применение артиллерии российскими войсками на востоке Украины в апреле – одно из немногих серьезных изменений, которые Россия внесла в свои операции в сравнении с первыми неделями войны. Также сегодня, я напомню, должна была начаться гуманитарная операция по спасению находящихся на территории Азовстали мирных граждан. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в офисе президента Украины. И действительно, украинские власти анонсировали подготовку такой операции после того, как Зеленский встретился с генсеком ООН. Однако, вот уже вечер и никаких заявлений по этому поводу нет. Но, видимо, стоит ждать официальных новостей и заявлений либо от банкового офиса президента, либо от ООН. Теперь, касательно Запорожья. Сегодня украинские власти подтвердили тот момент, что ранее публиковалось в телеграм-каналах. Российские войска закончили основные бои в Мариуполе и часть своих сил перебросили на другие направления. Это было известно давно, но сейчас вот официальное подтверждение. Украинский генштаб сообщает, что их перебросили на Кураховское направление, а также на Запорожское. Там этот момент подтверждает губернатор области. Основные боевые действия вокруг Запорожской области разворачиваются в хорошо укрепленном украинцами Гуляйполе. В целом же, судя по предыдущим заявлениям, фронт проходит примерно по линии, которую вы видите на карте. Это Васильевка, Гуляйполе, Орехов и до Великой Новоселки на Донбассе. Там идут упорные бои, судя по информации в соцсетях с украинской стороны. Туда перебросили подразделение Азова. Что касается юга Украины, здесь особых изменений не зафиксировано. В Приднестровье ситуация продолжает быть накаленной. И некоторые страны, в том числе Израиль, Великобритания, Германия, призывают своих граждан покинуть Приднестровье, а некоторые и Молдову покинуть. В Одессе объявляют длинный комендантский час, начиная с вечера 1 мая, и он продлится аж до утра 3-го. То есть на протяжении всего дня 2 мая выходить на улицу без специального разрешения будет нельзя. Напомню, что 2 мая как раз-таки день памяти погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. И интересно получается, что в Одессе такой длинный комендантский час, а на территории области, то есть в Одесской области, такого нет. Теперь давайте поговорим о тенденциях войны, к чему все идет. В украинском генштабе заявляют, что противник оставил значительные силы на северных границах Украины. Как предполагает ВСУ для того, чтобы сковать в этом районе украинские войска, и они не отправились на подмогу донбасской группировки. К слову, по обе стороны границы летают то мины, то беспилотники. То есть напряженность ситуации на северной границе Украины сохраняется. Еще один, ну если можно сказать, тренд, ну назовем это тенденцией, это ракетные удары по инфраструктуре. В США их связывают не только с попыткой уничтожить промышленный потенциал Украины, но и затруднить логистику военных поставок. Об этом пишет CNN, и доля правды, судя по всему, в этом есть. Кстати, эти ракетные пуски Российская Федерация уже проводит с подводных лодок, из Черного моря. Вчера впервые за долгое время удары были нанесены по Киеву. Минобороны Российской Федерации заявили, что били по заводу имени Артема. Это одно из ведущих предприятий в Украине по производству снарядов и ракет. Но было попадание и по жилому дому, который находится рядом. На данный момент известно об одной погибшей. Это журналистка Радио Свобода. Звали ее Вера Гирич. Также 10 человек получили ранение. Но давайте вернемся к оружию. Секретарь СНБУ Алексей Данилов сегодня заявил, что на освоение западных образцов оружия нужно время. И пока оно массово задействовано на фронте не будет. Арестович назвал примерные сроки, что это произойдет в июне. Напомню, также на июне он прогнозирует некий переломный момент в этой войне. Еще одно интересное заявление Арестовича об украинских потерях. По его словам, они большие. Настолько большие, как он говорит, что колеблющиеся военные звонят своим родственникам и говорят им, что все пропало. Однако, как он заявляет, российские потери еще выше. Но опять же таки, как оно там есть на самом деле, никто не скажет. И третий посыл Арестовича о новой тактике россиян. Дословно его цитата звучит так. За счет сосредоточения огневой мощи они, то есть россияне, могут себе позволить тактику выдавливания. И кстати, об этом мы с вами говорили буквально вчера вот в этом блоге. Касательно мобилизации, резервов и вообще вероятности массовой мобилизации в России. Мы говорили о том, что в условиях ограниченности в живой силе тактика армии Российской Федерации такова. Концентрация на отдельных направлениях главного удара с постепенным продавливанием обороны украинских войск за счет преимущества России в воздухе и на данный момент в артиллерии. Сейчас идет наступление на Донбассе. И если задачу по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей удастся им решить, то возможно силы затем будут переброшены на другое направление, скорее всего на юг Украины. И в условиях ограниченности резервов на каком-то этапе Москва остановится на уже захваченных, скажем так, территориях и перейдет в оборону этих территорий. Для этого будет постоянная группировка войск создана, ее будут прикрывать системы ПВО. По остальным территориям Украины будут продолжать наносить ракетно-бомбовые удары, разрушая инфраструктуру, логистику и так далее. Цель, понятно тоже, россияне будут пытаться принудить таким образом украинскую власть пойти на ее условия для заключения мирного договора, перемирия или же хотя бы прекращения огня. Украина, естественно, этим планам будет противодействовать. И Арестович, в принципе, озвучил стратегию. Он говорит, что к середине июня у Украины будет достаточно уже западной техники, оружия и боеприпасов, после чего украинская армия придет в наступление. То есть в целом, как мы понимаем, общая картина дальнейшего хода боевых действий будет решена, будет предопределена в ближайшие пару месяцев. Исходя из этого, будет понятно, выйдут ли стороны снова на активные переговоры, будет ли заключен мир, если да, то на каких условиях. Тем временем очередной прогноз свой касательно хода войны выдал Пентагон. Соединенные Штаты считают, что Россия на несколько дней отстает от своего графика по Донбассу, наступлению. Об этом заявил представитель Министерства обороны США изданию The Guardian. Также в последние дни стало известно о гибели иностранных добровольцев, которые воевали на стороне Украины в этой войне. Одним из таких стал 22-летний гражданин Соединенных Штатов Америки Вилли Джозеф Кэнселл. Он был сотрудником американской частной военной компании. CNN сообщает, что помимо своей постоянной работы в качестве офицера из правительного учреждения в Теннесси, мужчина нанялся в частную военную компанию. ЧВК отправила его в Украину, где ему платили, пока он там сражался. Об этом рассказала мать Кэнсела Ребека Кабрера. Вылетел молодой человек в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта. Тело погибшего найдено не было. Вчера также в правительстве Великобритании подтвердили, что на войне в Украине был убит один британец, а второй пропал без вести. В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей касательно того, чем британский гражданин занимался в Украине. Об этом сообщают Sky News. Представитель МИДа всего лишь сказал, мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине и мы поддерживаем его семью. О втором же британце пресс-секретарь МИДа сказал, нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию. Вот, собственно, это все, что о них известно. Также, как сообщили BBC, на войне в Украине погиб ветеран британских вооруженных сил Скотт Сибли. Сражался он на стороне украинских сил. Дипломатические источники сообщают, что, скорее всего, вот эти британские граждане были добровольцами и служили в украинских вооруженных силах либо в Мариуполе, либо где-то еще на Донбассе. Daily Mirror также ранее сообщали о гибели британских экс-спецназовцев, которые находились на Яворовском полигоне ВСУ под Львовом, когда россияне нанесли удар, ракетный удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи. Вот такая информация к вашему размышлению, друзья. Таким был 65-й день войны. Напоминаю также, что вы можете поддержать наш канал, став его спонсором. Для этого достаточно всего лишь пройти по ссылочке в описании к этому видео. Работает как подписка. Захотели подписали, захотели отписались. Никто ни к чему никого не принуждает, но акцентирую ваше внимание на том, что для спонсоров будут дополнительные эксклюзивные видео. То есть только для них. Также вам напоминаю о подписке на наш канал «Страна.ua» и канал «Ясно-понятно». А также телеграм-канал «Политика страны», ведь там всегда больше актуальной информации для вас. Что ж, совсем скоро снова увидимся. Пока. Продолжение следует...